Камень, который отвергли строители, был положен во главу угла, и это и есть дивно в очах ваших. Вот камень, который отвергли строители, что это за камень? Это Христос, который есть по толкованию святых отцов самое прочное основание жизни человека. Если положишь в основание своей жизни камень веры, то этот камень, как основание, сделает твою жизнь твердой, надежной и непоколебимой. А если ты будешь строить на песке удовольствие, развлечение, стяжание, богатство, то как только подуют первые ветры, как только разольются реки, и как только нападут, то есть напрут на дом такого устроения, без фундамента, без твердого камня в основании, то он разрушится. А если ты будешь строить на основании веры, то знай, это первое и самое главное условие. Раньше строили, не так, как сейчас бетоном заливали, арматурой, камень в угол, и от него строилось прочное здание. Вот почему для тех людей камень положен во главу угла, это и есть камень веры, сам Христос. Это первое условие нашего с вами сегодняшнего выживания, в условиях этого развращенного, забывающего Бога в мире. И второе, и очень важное, надо не забывать, дорогие братья и сестры, кто не будет строить на этом основании. Это не просто слабый или там дом, который подвержен разрушению. Об этом Господь сказал и Евангелист Лукак доносит до нас. «На этот камень, если о Него кто споткнется, разобьется, а на кого Он упадет, того раздавит». И потому каждый, кто поднимает свой голос против Христа и Церкви Его, обязательно споткнется. И разобьется об этот камень, который непоколебимо стоит от основания мира. Вот почему, дорогие, камень не случайно избран в это замечательное сравнение со Христом. Любой слабый предмет, стеклянный, глиняный и прочее, падает на камень и разлетается в дребезги. Кто споткнется, разобьется об этот камень, а если на кого Он упадет, раздавит. Поэтому никогда не тягайтесь со Христом сражаться. Он есть Альфа и Омега. Начало и конец. Первый и последний. Если мы внимательно читаем Священное Писание, то в завершении благовестия Господа нашего Иисуса Христа размещается последняя книга под названием «Откровение Иоанна Богослова» или «Апокалипсис». В 11-й и последней главе «Ответ всем тем, кто еще не положил в основание своей жизни Христа, как камень твердый и непоколебимый». И вот отвечает сам глаз Божий, который возвестил Иоанну Богослову последние судьбы мира. Почитайте 11-ю главу. Это глава, которая завершает Святой Евангелие. И сказано голосом Иоанну Богослову, голосом Бога. Причем не закрывай слова книги сей, ибо время близко. «Неправедный пусть еще делает неправду, нечистый пусть еще сквернится, а праведный пусть творит правду еще, и святой пусть еще освящается. Ей к ряду скоро, и возмездие мое со мною. Я Альфа и Омега, начало и конец, и воздам каждому по делам Его. Вот о каком камне говорит нам Евангелие. Когда во второй раз придет Христос, все ненавистники имени Христова будут раздавлены этим камнем и пойдут в ад. А любящие Господа услышат слова Того, Которого положили в основание своей жизни. «Придите ко Мне, благословенные Отца Моего Небесного, и унаследуйте Царство, приготовленное Вам от создания мира». Продолжение следует... Продолжение следует...